В рамках нацпроекта «Наука» Институт агробиотехнологии Коми-научного центра приобрел комплекс для микробиологических исследований и лабораторное оборудование для выращивания растений. Появился здесь и аппарат для ультразвукового исследования сельскохозяйственных животных. Благодаря программе обновления приборной базы ученым теперь будет проще справиться с главной задачей – помочь нашим аграриям повысить урожайность и снизить потери от вредителей и болезней. Виктория Палкина заглянула в лаборатории. Мечта любого селекционера – климатическая камера. Раньше ученые Института агробиотехнологии были ограничены нашим коротким летом. Проводить биологические и селекционные исследования с новым оборудованием возможно в течение всего года. С помощью приборной панели, которая сенсорная, выставить определенную температуру, влажность, а также полив определенный, освещенность. И все это даже чередование дня и ночи. Теперь у ученых есть своя современная микробиологическая лаборатория. Стерилизацию материалов и сред проводят на электронном, настольном, горизонтальном автоклаве. Это важный этап любого эксперимента. А орбитальный шейкер-инкубатор незаменим при биотехнологических и биохимических исследованиях для выращивания различных микроорганизмов. Основная сдача этих ученых – получение высокоэффективных биопрепаратов и биоудобрений. Отличительная особенность химических пстицидов – это они экологически небезопасны. А микробиологические препараты или препараты на основе микроорганизмов, которые содержат биомассу или продукты метаболизма этих микроорганизмов, они способствуют улучшению качества почв, обладают ростостимулирующим эффектом. В прошлом году головной болью дачников стала горностаевая моль. Вся черемуха была в одной большой паутине. Уже сегодня здесь разработали биопрепарат против этого вредителя. Осталось только его запатентовать. Современное приборостроение нам позволяет буквально сузить весь протокол, все мероприятия по селекции почти в два раза. То есть раньше селекционер подбирал нужные генотипы, и сегодня с помощью, скажем, определенных приборов, ну, скажем, тот же на слуху у всех, это ПЦР-анализ, да, это позволяет нам выявить эти генотипы намного быстрее. Уже осенью ждут очередную крупную партию современного оборудования, в том числе для микроклонального размножения. Она позволит ученым Института агробиотехнологий вывести чистые, безвирусные сорта картофеля. Виктория Палкина, Яков Шлегель, Телеканал Юрген.